Эта инициатива исходила от Полины Владимировны Тоскаевой, от генерального директора нашего предприятия. Мы решили, что мы должны наших детей поселковых в год несколько раз собрать, поздравлять, пожелать им доброго пути. Праздник для школьников решили устроить в местном кафе. Позвали мальчишек и девчонок от 7 до 14 лет и веселье началось. Учеников с новым учебным годом поздравила мудрая сова. Вы собрались с вами по очень прекрасному поводу. Совсем недавно у нас был большой праздник. Первый сентября – день заданий. И вы наконец-то, наконец-то после долгого перерыва в ваших каникул пошли в школу. Я очень рада. С начала учебного года прошло всего лишь несколько дней. Ребята только-только вновь втягиваются в познавательный процесс. Так второклассница Даша рассказывает нам, какие предметы их класс изучал в прошлом году и какие в этом. Список получается внушительный. Ну, была математика, русский, литературное чтение. Мне больше всего нравится технология. А что это за предмет? Мы на ней делаем что-то из бумаги или картона. Несмотря на юный возраст, Даша уже определилась, кем хочет стать в будущем. Девочка мечтает помогать животным и будет учиться на ветеринара. А вот третьеклассница Даша, она, кстати, хочет быть учителем, рассказала нам самые запоминающиеся моменты учебных дней. Мне понравилось, когда мы решали задачи вместе с друзьями. И учительница нам помогала, если мы ошибались. Ну, я хочу стать учительницей. А какого предмета? Хочу стать учительницей по рисованию. Ты хорошо рисуешь? Да, я хорошо еще леплю, рисую, очень красиво. Но за праздничным столом совсем не хочется думать о цифрах, буквах и формулах. Мальчишки и девчонки в этот вечер с удовольствием играли в подвижные игры, участвовали в конкурсах, пели и танцевали. Вместе с мудрой совой и волшебником-недоучкой. Субтитры подогнал «Симон»!